Добрый день, это Рафаэль Саков из Вашингтона, с вами Голос Америки и буквально через несколько минут мы станем свидетелями выступления госсекретаря США Майка Помпео здесь в здании Голос Америки в Вашингтоне. И предоставим вам возможность услышать эту речь, послушать, что говорит лидер внешней политики администрации Дональда Трампа непосредственно о неком подведении итогов этих четырех лет в администрации Трампа именно во внешней политике. И конечно будем обсуждать также все эти заявления с экспертами. Сейчас на связи с нами уже я готов приветствовать Эрика Ширяева, профессора университета Джорджа Мэйсона, главу лаборатории репутационной политики. Эрик, скажите, пожалуйста, слышите ли вы меня? Эрик, здравствуйте, слышите ли вы меня? Надеюсь, Эрик Ширяев уже присоединился к нашему эфиру. Я сейчас прошу моих коллег вывести сигнал в эфир. Пока мы ждем выхода госсекретаря Помпео. Но непосредственно вы сейчас видели, что уже Майкл Пек, глава USAGM, агентство США по глобальным медиа выступает, частью которого является голос Америки. Он уже выступает, соответственно, со вступительной речью. Я еще раз сейчас хочу уточнить, есть ли у нас на связи эксперт Эрик Ширяев сейчас. Я также хочу добавить, что у нас на связи с нами переводчики синхронные, поэтому я предлагаю сейчас, пока у нас нет эксперта на связи, послушать, о чем говорит глава USAGM Майкл Пек. То есть только вас, но другого никого не слышу. Платформа имеется именно для того, чтобы это не масса. Эта платформа, разумеется, не что иное, как голос Америки. Сегодня в квартире «Голоса Америки» в Вашингтоне, в Вашингтоне, в Вашингтоне, в Вашингтоне. Мы считаем, что для нас огромная честь принимать 70-го по счету госсекретаря США Майкла Помпео. Сейчас я хочу передать возможность директору «Голоса Америки» Роберту Райли представить дополнительно Майка Помпео. Спасибо, Майкл. Всех приветствую. Спасибо за поддержку. Я хочу поблагодарить несколько человек, которые очень много чего сделали для того, чтобы обеспечить успех этого мероприятия. Начну с Эдуарда Качковского, который является директором студийных операций здесь, в «Голоса Америки», и его активно и упорно работающую команду специалистов, которые, несмотря на трудности, вызванные пандемией COVID-19, очень много сделали для того, чтобы эту работу выполнить. Я хочу поблагодарить Джона Липмана, заместителя директора по программам, за его ежедневные совещания, которые он проводил в рамках координации этого процесса. Главным образом, заместитель директора «Голоса Америки» Бет Робинс за ту большую работу, которую она провела. Сейчас я хочу представить человека, который в собственных представлениях не нуждается. Я думаю, что достаточно для этого двух слов. А именно, современный человек, человек Ренессанса. Почему? Потому что он закончил военную академию Вестпойнт первым в своем выписке. Он был штатным офицером в свободных войсках Западной Германии. Он помогал защищать Западную Европу от того, что Рональд Рейган назвал империей зла. Рональд Рейган говорил не только такие вещи. Он, в частности, говорил также и то, что лучше всего знать то, из чего человек сделан. Я должен сказать, что кост-секретарь иногда говорил следующее, что жизнь всегда лучше в танке М1. После своей военной карьеры господин Пампео отправился учиться на вкульте вправо в Гарвардском университете. После чего он отправился в штат Канзас, где стал успешным бизнесменом. И там работал в их компании AeroSpace, где был ее генеральным директором в течение 10-ти лет. Затем он успешно по четвертому округу Канзаса волонтировался в Конгресс. И даже будучи конгрессменом первого срока, он сумел, тем не менее, воспользоваться своими знаниями иностранной внешней политики и пользоваться своим влиянием в благотворных целях. Он был конгрессменом четвертого срока, когда ему предложили работу директора Центрального управления в 2011 году. Он принял присягу в 2018 году, как говорилось, он принял присягу в качестве госсекретаря. Все это он делал, будучи, по крайней мере, с моей точки зрения, все еще молодым человеком. Поэтому можно еще многого ожидать очень от госсекретаря Майка Помпео. Я очень благодарен ему за то, что он почтил «Голос Америки» своим присутствием сегодня. Госсекретарь Майк Помпео, пожалуйста. Спасибо. Добрый день всем. Спасибо за теплые слова приветствия. Майкл, спасибо вам за ваше руководство этими чрезвычайно важными учреждениями. Боб, поздравляю вас с тем, что вернулись на руководящую должность «Голос Америки». Я искренне рад быть здесь, и всегда приятно быть вместе с бывшим коллегой-танкистом. Я хочу также приветствовать других руководителей сетей, Стив Эйтс из радио «Свободная Азия». И также хочу благодарить сотрудников и журналистов «Голос Америки». Я многим вас давал интервью в самых разных колоколках мира, и всегда с удовольствием говорил с вами на разные темы. Как я понимаю, эта речь сейчас передается по всем каналам, доступным нам на более чем 40 языках. И я хочу поприветствовать в этом вопросе переводчика. Понятнее, как ее можно перевести меня, когда я так быстро говорю, на узбекский язык. Этому человеку нужно премию обязательно выдать. Прекрасно иметь эту возможность. Я слежу за работой «Голос Америки» уже несколько десятилетий, как Бог тут что сказал. Я начал свою персональную деятельность в качестве офицера свободных войск. Я патрулировал железный занавес. Я не мог попасть в Восточную Германию. Представители Западной Германии также не могли попасть в Западную Германию. Но передачи «Голос Америки» могли. И миллионы мужчин и женщин, чьи имена, нам никогда не будут известны, слушали вас. Причем часто подвергают при этом угрозе. Потому что их правительство выдавали на гора только ложь и пропаганду. А те, кто слушали «Голос Америки», хотели слышать правду. И именно правду вы им и давали. Впервые ваши передачи начались в 1942 году. Начались они с боевого гимна республики. И было это обещание. Новости могут быть плохими, новости могут быть хорошими. Но мы вам будем говорить правду. Мне это нравится. Я всегда говорил своим мужчинам, когда он рос. Работай упорно. Береги веру и говори правду. Он в основном следовал моему совету. И ваш мандат, здесь «Голос Америки» заключается в том, чтобы... И он однозначно быть точным, объективным и всесторонним. И представлять Америку. И миссия USAGM заключается в том, чтобы информировать, привлекать и установить контакт с людьми во всем мире в рамках поддержки свободы и демократии. Это потому, что расширение свободы и демократии – это то, что Америка всегда ставила свои цели. Вы являетесь голосом американского исключительности. И вам надо этим гордиться. Миру нужен призыв голоса Америки к свободе. Сейчас больше, чем когда-либо. Я слышу это везде, куда я отправляюсь. Об этом я хочу сегодня говорить. Я говорю аудиториям об американской исключительности при первой возможности, потому что это правильно, это в действительности, это важно. Америка хороша, Америка велика. И все, кто поистине понимают, на чем мы были основаны, понимают это. Майкл и Боб превратили изучение этой истории в задачу всей своей жизни. Многие из вас делают то же самое, поэтому вы работаете в «Голосе Америки». Мы были первой страной в мире, которая была основана на том основном веровании, в том, что все люди имеют определенные неотъемлемые права, и правительство создаются для того, чтобы обеспечить права. Мы всегда стремились к более совершенному союзу. И Бог видит, нам не всегда это удавалось. Но поэтому мы должны со смиренностью и с гордостью относиться к нашему прошлому и к нашему настоящему. Только правда, но совершенно очевидно, что когда американцы объединялись вокруг наших ценностей при учреждении, будь то в Филадельфии, в Китлберге, в Синейка-Фоллсе или во время марша Мартина Лютерна Кинга в Вашингтоне, мы всегда выполняли свое обещание, которое было дано при основании Америки. Но наши противники утверждают иное. Когда китайская коммунистическая партия пыталась воспользоваться логической смертью Джорджа Флойда, чтобы утверждать, что их авторитарная система каким-то образом лучше, чем наша, я выпустил такое заявление, которое, в частности, звучало следующим образом. В самые наилучшие времена китайская народная республика насаждает коммунизм беспощадно и даже в самые сложные времена Соединенные Штаты обеспечивают свободу. Морального эквивалента никакого нет. И это самоочевидная правда. И это не фейковые новости, о которых вы перевещаете, когда будете говорить, что это самая великая страна в мире и самая великая страна, которая когда-то была известна цивилизацией. Я хочу сказать, что надо игнорировать наши изъяны. Нет, их совершенно противоположно. Нужно признавать их. Но мы сейчас говорим не о грехе Америки. Мы говорим о голосе Америки. Мы говорим не о том, что возрабатывается на том, что неправильно в нашей великой стране. И, безусловно, это не то место, где нужно давать платформу авторитарным режимам, которые возиваются в Пекине и Тегеране. Ваша миссия заключается в том, что продвигать демократию, свободу, американские ценности во всем мире. Именно это делает голос Америки отличный от таких организаций, как Fox News, например, на канале MSNBC. Вы можете дать голос тем, у кого нет голоса в темных углах мира. Вы – голос американской борьбы. Вы – голос американской исключительности. Вы – острие копья свободы. Как многие государственные учреждения после того, как холодная война закончилась, наши международные вещатели немного заблудились. Многие из вас знают это. И, я уверен, было много причин, потому что Советский Союз рухнул, стена рухнула. Такие имена, как Бен Ладен, Заркавий, Багдаде, они не были широко известны. Многие писали, что история закончилась, и у нас протоколы безопасности плохо работали, и голос Америки стал не столько говорить правду об Америке, сколько прицать Америку. В 2013 году один из моих предшественников описал Совет управляющих телевизионной компании «практически усопшим». Конец цитаты. Отчасти именно поэтому в конгрессе создал роль генерального директора USHM на двупартийной основе. И, опять-таки, именно по этой причине я сегодня здесь нахожусь. И я читал, что некоторые сотрудники «Голоса Америки» не хотели, чтобы я говорил сегодня. Я уверен, что их число невелико. Они не хотели, чтобы «Голос Американской дипломатии» раздавался на волнах «Голоса Америки». Задумайтесь об этом секунду. Мы все являемся частью учреждений, у которых есть обязанности, и долг превыше нас. И этот инстинкт к самоцензуре, он опасен. Он морально, до точки зрения, неправ. Собственно говоря, он противоречит вашему основному законному мандату здесь, в «Голосе Америки». Цензура, показная социальная отзывчивость, политическая корректность. Все это показывает одно и то же направление – авторитаризм, который оставляет себя моральной правотой. Аналогично тому, что мы видим в Твиттере, Фейсбук, Эппл и в слишком большом количестве университетских кампусов. Мы, американцы, это не мы, американцы, мы другие. И «Голос Америки» тоже не должен быть таким. И пора, чтобы показная социальная отзывчивость отправилась на свалку истории. Вы можете возглавить путь. Новая «Заря» на «Голос Америки» начинается. Когда Майкл пришел в офис, почти полторы тысячи человек, около 40% тех, кто работали, на самом деле не прошли правильную благонадежность, включая в том числе многих, у которых были допуски к секретности самые высокие. И штамповались визы J1 в том числе иностранным гражданам, в том числе из коммунистического Китая. Нам не нужно этого делать. У нас много людей, которые говорят на мандаринском, на речи китайского языка здесь в Америке. Они являются патриотами, некоторые из числа китайских, другие китайских, прекрасные люди. И администрация Трампа, команда, которая была назначена, она как раз и работает над устранением этих очевидных национальных угроз. Мы хотим деполитизировать то, что здесь происходит. Это слишком важно для американского народа и для всего мира. Нужно вернуть эту организацию к ее хартии. И это можно сделать посредством распространения месседжа свободы, демократии американской в сфере исключительности. Речь идет не о том, чтобы политизировать эти институты, а речь идет о том, чтобы и деполитизировать их. Это хороший материал, если кто захочет вам написать. Как госсекретарь, я говорю вам все это. Потому что я хочу лучшего для тех, кто работает здесь или для этой организации. Потому что вы жизненно важны для того, чтобы помочь Америке пролить луч света на те темные места и сделать это с той мощью, которая только у Америки может быть собрана. Правительства, такие как правительство в Китае, Иране, Северной Корее, они не уважают универсальное человеческое достоинство человека так, которое легло в основу Америки. И эти режимы являются анафемой всему тому, за что выступает наша страна. Мы знаем, что правительство существует для того, чтобы служить народу. Они считают, что люди существуют для того, чтобы служить правительству. И работа «Голос Америки» жизненно важна. Как я сказал, это кончик копья свободы. Каждую неделю 278 миллионов человек слушают «Голос Америки» на 47 языках. Иранцы, которые слушают вас, думают, смогут ли они когда-нибудь оброчить оковы исламизма. В Молдавии и Украине слушают вас, чтобы получать правду, а не российскую дезинформацию и пропаганду. Есть китайские граждане, которые устали от режима, который, начиная с 49-го года, только и делал, что жестко с ними обходился. В Венесуэле хотят знать правду о коррупции режима Мадуро. Есть люди, которые живут в подавлении во всем глобусе, которые по-прежнему обращаются к Америке за надеждой. Я знаю, многие из вас, особенно те из вас, которые находятся за рубежом, продолжают выполнять героическую работу. Спасибо вам за это. Я хочу поблагодарить команду репортеров в Гонконге, которая сталкивалась с запугиванием полиции, с нападениями. Но, тем не менее, им удалось выполнить свою работу. И очень хорошо сделано. Вы были за баррикадами вместе с Борцами Свободы, которые рассказывали свои истории. Вы поддерживали прекрасные традиции голоса Америки, продолжали быть голосом американской исключительности. Я даже хочу отдать дань уважения членам и сотрудникам других радиослужб, которые слушают. Единственная на угородском языке я и новостная служба в мире, работает на базе радиосвободной Азии. Вы говорите всем правду о том, что происходит в Синьцзяне, там, где китайская коммунистическая партия творит звездо против собственного народа. И вы делали это, несмотря на то, что, как минимум, родственники минимум шести журналистов в радиосвободной Азии в Синьцзяне оказались в лагерях. Вы продолжаете выполнять свою работу. Ваша работа требует мужества. Пожалуйста, продолжайте говорить всем, кто готов слушать о том, что происходит в самых жестких частях мира. Мир этого ожидает, и Америке будет лучше, если это будет это делать. Я хочу вам цитату предложить, цитату, которая объясняет, почему миссия голоса Америки настолько критически важна, прежде чем я буду слушать опросы от Бога. Этот цитат принадлежит Джорджа Вашингтона. Он сказал, что правда возобладает там, где трудно ее выводить на Божий свет. Когда Америка приводит правду миру, она приносит свет. Не забывайте об этом. Добро пожаловать Господь, благословит Господь голос Америки, благословит Господь Соединенные Штаты Америки. Спасибо, господин госсекретарь. И некоторые из вопросов, которые у меня есть для вас, они поступили от директоров наших отделов. У них тоже хотели бы поучаствовать в этой сессии. Но давайте я начну вот с чего, с следующего вопроса. И это не в коммерческих СМИ. Мы можем всю говорить правду об Америке и о всех аспектах американской жизни. И вы путешествуете по миру, много путешествовали последние годы. И как бы вы, что вы думаете о тех частях Америки, которые наименее известны о иностранной аудитории? И что нам нужно рассказать им об этом? Это очень хороший вопрос. Если бы у меня была возможность или момент, когда мы были вдалеке отсюда, и если бы меня говорят с министрами иностранных дел, послами, что делать, в Соединенных Штатах что посмотреть? Вопрос всегда, ответ всегда. Приезжайте в Соединенные Штаты. И всегда говорили, я был в Лос-Анджелесе, я был в Вашингтоне, я был в Нью-Йорке. И некоторые из них даже в Бостоне были. Но это не представляет всю Америку. Я из Канзаса, штата Канзаса. И это совершенно другая Америка во многих отношениях. И другие бизнесы, другие власти. То есть люди думают о мире по-иному. Есть целое множество историй. Люди живут не только на побережьях, и люди живут по-разному. Это от Южной Каролины до Апалачских гор, до Миннесоты, до нашей северной границы с Канадой. Так много различных сторон Америки. И я думаю, если вы спросите людей в мире, они ассоциируются лишь с Вашингтоном или с финансовым центром Нью-Йорком. Но если бы у вас была возможность рассказать о другой Америке, и это не только география, дело не только в географии, не только в том, где вы находитесь. Вы можете здесь узнать, в Вашингтоне. В Вашингтоне тоже десятки и десятки различных историй о разных компонентах, аспектах, учреждениях, которые делают Америку столь уникальной, столь особой. Это то, что мы называем такие небольшие отделения, гражданские организации. Кто из вас помнит ПТА, что они помогали успеваемости наших учеников? Сколько из вас участвует, допустим, в работе религиозных организаций, в приходах? Это очень важный аспект американских жизней, который делает нас столь уникальными. Я хочу, чтобы люди во всем мире это видели, узнали об этом, потому что именно эти институты составляют основу нашей нации, нашей страны. Спасибо, господин госсекретарь. Вы очень выступали довольно интересно относительно основополагающих принципов Америки и как они влияют на внешнюю политику США. Как бы Вы приоритизировали эти фундаментальные права, о которых Вы говорили в Ваших выступлениях, когда Вы, имея ограниченное время, конечно, беседуя с руководителями иностранных государств, и какой посыл хотели бы Вы донести до них? И Вы довольно четко говорили о свободе вероисповедания, свободе прессы. Как бы Вы приоритизировали эти основные ценности? И в зависимости от страны, где Вы выступаете, конечно, зависит от того, где Вы находитесь, и от ситуации, в которой Вы выступаете, и в которой находится правительство этой страны. И зависит от традиции этой страны. Профессор Глендон, в частности, и Переда Берковец в Госдепартаменте возглавляли комиссию. Это очень интересный доклад, 50 страниц. Вы согласитесь, с некоторыми моментами, с некоторыми нет. Но там сделана попытка взять вот эти вот проект защиты прав человека 20 века, который продолжается. Но он немножко потерял свою возможность понимать те какие-то вещи, которые были заложены в наши основы, как формируются права человека. И это немножко отходит также от универсальной всеобщей дегенерации прав человека. Я хотел просто вернуть американскую политику в то нужное русло. Я думаю, в докладе это хорошо отражено довольно. И говоря о свободе вероисповедания, возможностях говорить свободно, выражать свое мнение, и те основные права, на которых основаны эти страны. И, конечно, это необходимо всем странам для процветания, для того, чтобы люди были свободными. И много об этом говорим, об этих вопросах во всем мире. Есть прогресс в некоторых местах, есть прогресс, но он не везде одинаков. И это для всех нас очень важно. Надо признавать недостатки, когда мы говорим с лидерами иностранных государств и направляем их правильным направлением для развития их стран. И я горжусь этой работой, которую мы проделали в этом направлении, в этом отношении. И эти принципы, они имеют значение. Их реализация сложна очень, потому что внешняя политика всегда сложная. Там есть такие конкурирующие друг с другом приоритеты. Но Америка никогда не может отказаться от основополагающих принципов. И мы знаем разницу между странами, которые уважают права человека и которые этого не делают. У нас обязанность, обязательство всех их призывать и называть вещи своими именами. Как вы все знаете, мы сейчас переживаем процесс изменения, смены администрации. Конечно же, по вопросам внешней политики, есть определенный двухпартийный консенсус. Например, в отношении Китая. Обе, так сказать, стороны согласны, что он представляет наибольшую проблему для Соединенных Штатов в настоящее время. Есть ли другие какие-то проблемы? Венесуэла, Северная Корея, Иран. И какие из них вы ожидаете большей преемственности с новой администрацией? И где-то, и что, где произойдут наибольшие изменения? Это важный вопрос. Лидеры всегда хотят понимать, что когда мы необходимо обеспечить преемственность, у нас выборы, вы знаете, каждые два года, президентские выборы каждые четыре года. И вы говорите о угрозе со стороны Китайской коммунистической партии. Да, вы правы, президент Трамп правильно это отметил, когда он начал еще свою кампанию. И в 2016 году он назвал Китай самой главной угрозой западному образу жизни в мире. И у нас есть система, основанная на правилах. Мы уважаем права человека. Китай делает наоборот все наоборот. И я думаю, что здесь консенсус достигнут. И я работаю с демократами по многим важным вопросам, такие как Гонконг и ситуация с Уйгурами в Синьцзиане и так далее. И я надеюсь, что все это останется так, как есть. Даже на Ближнем Востоке, даже там, где у предыдущей администрации был иной подход, в частности, в отношении Ирана. Но это не 15-й год сейчас, а то, что происходит сейчас за последние годы на Ближнем Востоке. И те усилия, которые мы предлагаем там, действуя, пытаемся, конечно, бороться с этими режимами, такими, как Иран. И работа, которую мы пытаемся добиться, понимание, фундаментального понимания того, что Израиль имеет право на существование, и что Иерусалим является центром еврейского народа и столицей государства. Я не думаю, что это останется. Может быть... Но я думаю, что они должны сохраниться, потому что люди этих стран, лицерей этих стран, хочется бы это продолжаться. И я думаю, что следующая администрация будет стремиться к построению и мира, и процветания всех стран. Я заметил, что в течение выходных Вы подписали совместную декларацию с министрами иностранных дел еще четырех стран Австралии, Соединенного Королевства, Новой Зеландии. А что касается последних недавних арестов в Гонконге, Вы также сняли ограничения в отношении дипломатических контактов высокого уровня между Соединенными Штатами и Тайванем. И, в частности, представитель США в ООН и поскоре будет на Тайване, побывает на Тайване. С чего Вы ожидаете достичь таким образом? Вы знаете, это интересно, что Вы говорите множество всяких таких вот соглашений. Ну, это не то, чтобы это такие преднамеренности, направленные усилия, которые мы давно уже продумывали и пытаемся сохранить и защитить американские свободы и права человека, в частности, в Китае. Когда мы говорим о Китае, мы... Что? К чему нужно относиться с сомнением и проверять? Вы упомянули аресты около 50 человек в Гонконге. Эта Китайская Коммунистическая партия дала им обещания, но отказалась от этих обещаний перед Гонконгом. Китайская Коммунистическая партия нарушила это обещание, и мы должны, конечно, призвать их к ответу и заставить их выполнить свои обещания. Коммунистическая партия обещала, что они не будут металлизировать острова в Южно-Китайском море, но произошло совершенно наоборот. И мы должны четко понимать и четко поставить перед ними требования, как они должны себя вести, и очень отличается от того, что мы ожидаем, как они взаимодействуют с Соединенными Штатами, потому что мы хотим, конечно, сохранить безопасность и благосостояние этих народов. Что же касается Коммунистической партии Китая, наши отношения с ним, я думаю, это будет довольно долгосрочная проблема и задача, потому что у них явное намерение проставаться гегемоном, мировым гегемоном, но на соответственность перед американским народом и перед свободолюбивыми людьми во всем мире, и убедиться в том, что не будет такого мира, к которому они стремятся. Интересно, встречаясь с руководителями дирекции «Голос Америки», как часто на таких совещаниях фигурирует Китай. Я спрашиваю их, что на горизонте, что вы замечаете. Часто очень звучит «Китай», «Латинская Америка» — «Китай», «Восток Африки» — «Китай». И опять-таки речь идет не об дороге в инициативе вековинского пути, а то, каким образом они бесплатные товары им поставляют, всякие вещи. То есть весь поход правительства. И Соединенные Штаты — это не все правительство, но «Голос Америки» готов выполнить свою задачу через наше бюро, через нашу журналистику, что мы можем сделать лучше для того, чтобы привлечь особое внимание к тем опасностям, которые эти вещи представляют собой, когда можно на них посмотреть целиком, без того, чтобы смотреть по отдельности. Надо говорить об экономическом аспекте, о установлении тарифов, о предотвращении попыток украсть инфицированную собственность, десятки миллионов рабочих мест в Соединенных Штатах, потому что они пытаются прорвать нашу информацию, делать товары и потом справлять их здесь, США. Это не намерение, это продолжается. Возьмите, например, вопрос ханского вируса. Возьмите, что Китай сейчас не дал возможности обмориции ВОЗ расследовать по-настоящему ту важную информацию, которая стоит в истоке вируса, которая важна для безопасности, для того, чтобы предотвратить, чтобы такого рода вещь не возникла снова в Китае. И ваши журналисты могут сообщать об этих вещах, об этих фактах, сообщать об этом, что это глобальный феномен. У меня бюро, у меня бюро, которое занимается странами АТС, но все мои послы понимают, что в их странах Китай представляет вызов. Независимо от того, где они находятся, в Латинской Америке, в Африке, в Юго-Восточной Азии, и наши сотрудники на местах работают именно для того, чтобы обеспечить безопасность вопреки действиям Китайской Коммунистической партии. И независимо от того, где ваши журналисты будут, в Южной Африке, в Марокко, а где бы они ни были, везде, где они наблюдают, ваши журналисты, деятельность Китайской Коммунистической партии в своей стране, и как это влияет на людей. Последний вопрос. Он в большей степени связан с Россией. Соединенные Штаты сокращают свое присутствие в Африке, и то же самое делает Франция. Россия сейчас расширяет свое присутствие. Это результат решения страны и Соединенных Штатов о том, что беспорядок в американском континенте теперь меньше стал проблемой и меньше стал угрозой для наших интересов. Или каким образом? Решение было связано с более широкой борьбой с терроризмом. Каким образом лучше распределять американские ресурсы для того, чтобы родину безопасности сохранять, решение было принято в отношении Афганистана и Ближнего и Среднего Востока, и Сирии, и также Северо-Африки в целом, распределять потенциал США таким образом, чтобы защищать безопасность родины. Я всегда помню и легко писать об этом, что если просто заточиться на количестве вооруженных, количестве войск, говорить вам, что вот там столько-то, а там столько-то, то вы при этом об американском потенциале защиты не будете всерьез иметь понимание. Я был директором ЦРУ, у нас есть другие инструменты, другие потенциалы, которые не видны, которые с точки зрения Министерства обороны. Но американцы должны знать, что президент Трамп однозначно утверждает, что нужно вести к минимуму количество американцев, которых мы подвергаем последствия на опасности, но при этом обеспечивать то, чтобы риск терроризма не повышался, будь то в Америке, будь то на международной арене, которая может помешать интересам Америки. Голос Америки Роберт Райли благодарит госсекретаря Помпео, который приехал в здание Голос Америки, штаб-квартиру здесь, в Вашингтоне, и выступил с речью, которая называлась «Подтверждая американский голос свободы». В частности, он говорил и о значимости Голоса Америки для освещения мировых событий и американской позиции непосредственно в мире. Досталась определенная доля критики и Голосу Америки, но при этом, отмечу, мы с коллегами делаем свою работу, сбалансированно подавая информацию вам, нашей аудитории, как со стороны республиканцев, так и со стороны демократов. И я думаю, вы все были свидетелями этого на протяжении всех четырех лет при администрации Ноли Трампа. Ну и что касается непосредственно внешней политики, отвечая на вопросы Роберта Райли, госсекретарь Помпео заметил, конечно, угрозу со стороны китайской коммунистической партии, говорил он довольно-таки много об угрозах со стороны Китая. В частности, он также сказал о том, что новая администрация, соответственно, следующая администрация уже Джо Байдена, уделит много внимания Ближнему Востоку, и он при этом выразил надежду на то, что, в принципе, по сравнению с той политикой, внешней политикой, которая была у администрации Трампа по Ближнему Востоку, и Ирану в частности, он сказал, что надеется, что она сохранится, поскольку непосредственно во внешней политике, с точки зрения того, что было в 2015 году по Ирану, сейчас ситуация, как он говорит, с точки зрения отношений с Ираном изменилась серьезно. Обсудим давайте сейчас вот эти заявления, сделанные с гостями нашей программы. Итак, Эрик Ширяев, профессор университета Джорджа Мэйсона, глава лаборатории репутационной политики на связи с нами, а также Ричард Вайтс, директор Центра военно-политического анализа Гудзоновского института. Приветствую вас, и в первую очередь, Эрик, скажите, на ваш взгляд, вот из слов госситаря Помпео, можно сделать акцент или выделить, в принципе, то, что основной акцент был сделан во внешней политике на противодействие Китаю у администрации Трампа? По количеству времени, затраченного на эти комментарии, да, конечно, да, это существенно, 25-30% комментариев было сделано у Китая, конечно. Наверное, это и есть, и была, и есть одна из наиболее значимых тем американской внешней политики последние два года и на последующее время, конечно, безусловно. Это противодействие Китаю, в данном случае, оттянило ли оно противодействие России, поскольку, обчасти, мы не услышали, по крайней мере, ничего, кроме распада Советского Союза, вот именно в словах госситаря Помпео, именно о российском регионе. Как вы считаете? Я не думаю, что здесь это было сделано умышленно. Это, видимо, недостаток времени, и, может, вопросы были заданы таким-то другим образом. Но российская тема, да, не прозвучала, кроме упоминания вскользь. Не только потому, что это была тема неинтересная или тема незначима, просто ему не хватило времени, и, как говорится, и так все понятно, наверное, в контексте Китая. В контексте Китая он мог по ассоциации такие же аргументы привести и в отношение России. То есть в сегодняшних аргументах и слева, и справа с либеральной прессой и консервативной прессой Россия и Китай ведь рассматриваются почти в одной упряжке. Почти в одной упряжке. Поэтому в смысле их действий, их политики, планов и планов американской администрации, будь то республиканской, будь то демократической. Поэтому я думаю, почти все, что он сказал по поводу Китая, может легко перевестись на аргумент по отношению к России. Спасибо, Эрик. Оставайтесь, пожалуйста, на связи. Предлагаю сейчас выслушать Ричарда Вайтса, директора Центра военно-политического анализа Гудзоновского института. Ричард, как вы считаете, отталкиваясь от того, что говорил сейчас гостья Папео, и в целом про эти четыре года внешней политики США, как вы считаете, насколько главенствующим был приоритет с точки зрения противодействия Китаю? Акцент на Китае был не случайным. Хочу сказать, что это как раз основная характеристика внешней политики администрации Трампа, которая будет иметь долгосрочные последствия на международные отношения. Когда он вступил в должность, его главной заботой была в основном Россия, это же другие вопросы. Китай, разумеется, представлял собой озабоченность, но за последние четыре года произошла мобилизация всех элементов внешнеполитического потенциала и сил безопасности США в направлении Китая. И я думаю, что это сохранится как воздействие долгосрочное. И для них Россия не была настолько важной. Разумеется, они хотели улучшить отношения с Россией, но их основное желание заключалось в том, чтобы пробудить американцев и других, и заставить их увидеть угрозу идущей стороны Китая. Ричард, мы видели санкции в отношении «Северного потока-2», если говорить о России и ряд других, соответственно, санкции, в том числе расширение законопроекта глобального закона Магнитского, внесение в него определенных лиц из России. Как вы считаете, достаточно ли было, если подводить некий итог, за эти четыре года противодействия непосредственно агрессивным действиям Кремля со стороны внешней политики именно администрации Дональда Трампа и Госдепартамента? Конечно, как вы знаете, не все эти санкции на самом деле были чем-то тем, что администрация Трампа хотела бы. Что они действительно... Когда они пришли к власти, там была целая серия указов президента в отношении санкций против российского правительства, против конкретных секторов российской экономики и в связи с тем, что произошло с Украиной и в других местах. И со временем Конгресс конвертировал их как бы в какие-то... Расширил эти законы. Иногда против них возражала администрация, исходя из тех аргументов, что это ущемляет права исполнительной власти, но не очень усиленно возражали. Поэтому, конечно, это вопрос для историков. Почему у нас президент, который сказал, что хочет улучшить отношения с Россией, но в конце и конечном итоге гораздо более решительную политику проводил в отношении России, включающую не только санкции, но и также усиление военного присутствия в Европе, а также другие действия по противостоянию России и так далее. Эрик, надеюсь, Эрик Ширяев по-прежнему с нами. Да, Эрик, здравствуйте еще раз. И скажите, на ваш взгляд, с точки зрения противодействия России, как вы считаете, у администрации Трампа что удалось, что получилось, что не получилось за эти четыре года? Ричард, простите, как я понимаю, Эрик сейчас не услышал моего вопроса, поскольку я у вас уже спрашивал про Россию. Ричард, давайте поговорим о Ближнем Востоке. На ваш взгляд, непосредственно ситуация с Ираном, с иранской сделкой, как-то может измениться, поскольку госгитарь Помпео сказал, что он рассчитывает на то, что при новой администрации внешнеполитический курс по Ближнему Востоку, и в частности по Ирану, сохранится прежним? Да, я думаю, что Иран, вопрос с Ираном, это нечто, что они также приоритизировали. Конечно же, они видели это одной из наиболее серьезных долгосрочных угроз, но Иран также промежуточная угроза терроризма. И в сущности, когда они пришли к власти, это сближение не работало. Ядерная сделка работала, но та идея, что ядерная сделка заставит как бы изменить Иран, свою политику в отношении Ирана, и этого не произошло, поскольку произошла Сирия и другие факторы, которые не сработали. И как сказал госсекретарь, мы пересмотрели коренным образом эту политику и ввели целый ряд санкций, но я хотел бы думать о том, что в отличие от политики в отношении Китая, было бы возможным, если администрация Байдена сможет действительно изменить ситуацию коренным образом и в плане отношений. Когда администрация Трампа пришла к власти, то есть все равно, если даже были договоренности относительно ядерного вопроса, было все ряд других вопросов, по которым было расхождение и непонимание, и множество региональных вопросов, где были разногласия. Поэтому и администрации Байдена придется решать довольно серьезные проблемы. Надеюсь, Эрик Ширяев уже слышит нас. Эрик, хочу вас спросить о Ближнем Востоке, об этом регионе. Очень многие, в принципе, отмечали удачные действия администрации Трампа, в частности, по Израилю и налаживанию отношений Израиля с арабскими странами. Были заключены соглашения. Как вы считаете, в принципе, вот эти соглашения, они как-то перевешивают все остальные шаги по тому же Ближнему Востоку? Рафаэль, безусловно, но, может быть, не перевешивают, но, по крайней мере, они выделяются. Действительно, ведь прогресс на Ближнем Востоке – это дело очень-очень-очень непростое. И я думаю, что почти никакая администрация американская в прошлом не может похвастаться огромными сделками или переговорами, или договорами, которые были бы успешно имплементированы в будущем. Может быть, Картер – это исторический договор, так сказать, с Бегином и с палестинской стороной, с Ясером Арафатом. Но я думаю, что в том плане, что, конечно, терять или разрушать, или критиковать из политических или идеологических принципов то, что было сделано, администрация Байдена не собирается. Ну, понятно, есть разногласия, есть различия в точке зрения, есть определенные принципы, по которым наша либеральная и консервативная элита оперирует в внешней политике. Но то, что было сделано – это шаги вперед. Рафаэль, да, для наших друзей события тревожные. Уроки впечатляющие для врагов, они злорадствуют, но самое-то главное, что уроки показали, что, тем не менее, страна имеет возможность критиковать саму себя, найти свои изъяны и идти вперед, основываясь на изучении нашего непростого опыта, конечно. Спасибо большое, Эрик, спасибо. Это был прямой эфир «Голоса Америки», посвященный выступлению госсекретаря Помпео здесь, в здании «Голоса Америки» в Вашингтоне. Я благодарю Ричарда Вайца и Эрика Ширяева за участие в программе. С вами был Рафаэль Сааков. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова